Я работаю в школе, которая имеет прекрасное название Акниет, что в переводе с казахского означает светлые чистые помыслы. Право быть счастливым имеет каждый ребенок, и наша взрослых общая задача сделать для этого все необходимое. Да, счастье ребенка начинается с семьи, но судьба детей, а особенно тех, кому нужно чуть больше внимания и поддержки, во многом зависит от усилий со стороны. И я вместе с коллективом осознаю свою ответственность перед родителями и обществом, которые доверили их нам. Работая больше четверти века в системе образования, я с полной уверенностью могу сказать, что профессия педагога – это не столько работа, сколько состояние души, образ жизни. Моя многолетняя педагогическая кредо отражает позицию всех моих коллег. Я знаю, как надо учить. Я знаю то, чему надо учить. Я знаю, чему надо учить. Я понимаю, что эти знания нужны детям. Я вижу, что дети благодарны мне за мою работу. Такое понимание себя, как педагога-профессионала, вряд ли может устареть. Отлично владеть своим предметом, применять современные педагогические технологии, постоянно самообразовываться – вот главная составляющая успешного педагога. А союз науки и практики во многом помогает в совершенствовании профессионализма. И участвуя в республиканском конкурсе панорамы педагогических идей, мы хотим рассказать о нашем опыте психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Но главное в другом. Мне хочется донести до каждого, что наша школа прежде всего дом для детей, кто учится здесь и для всех, кто работает. Мы учим воспитанников и учимся сами жить сердцем, наполнять его любовью к миру, дарить тепло окружающим, воспитывать в себе гражданина, патриота. Учим жить по принципу «благо дари дальше». Поскольку сегодняшние дети – будущие граждане страны, на современном этапе развития казахстанского общества нет сомнений в том, что будущий прогресс и процветание страны зависит от того, каким будет образование, которое должно давать подрастающему поколению не только знания, но и умение их использовать в процессе социальной адаптации, что нашей молодежи жизненно необходимо. Об этом же говорили и наши великие классики. Основой хорошей жизни человека являются три качества, которые должны властвовать над всем – честный труд, совестливый разум, искреннее сердце. Без них не обрести в жизни мира и согласия. Этим словам выдающегося казахского мыслителя Шакарима Кудайбердеулы мы исследуем в своей каждодневной работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова